И пятая причина, почему я благодарна Фаберлик, это исполнение каких-то моих желаний, меч, пусть даже самых небольших и, допустим, и материальных, и в то же время нематериальных. Ну, как пример могу вам привести, например, вот акция, которая сейчас в данный момент у нас проходит. Если вы выполняете определенные условия, то вы можете получить набор банных полотенцев, ну, как-то о полотенцах я не мечтала, я могу сама себе купить, вот, ну, в принципе, банных халат я могу себе сама купить. Но все-таки приятнее такие вещи получить в подарок, зачем мне сама покупать, когда я это могу получить в подарок. Я давно уже хотела банный халат, именно чтобы он был из хлопка, именно чтобы он был белого цвета, не знаю уж, какой нам там пришлют, но тем не менее. Материальные какие-то желания, опять же, приходят через деньги, да, я хотела себе квартиру, я хотела досрочно оплатить, опять же, за квартиру расплатиться, и я выплатила ипотеку. Я хотела себе машину, опять же, посредством Фаберлик я смогла накопить сумму, такую достаточно внушимую, скажем так, я машину не в автокредит брала, не в кредит, вот, и тоже я смогла купить машину. Я мечтала о доме, я, правда, не себе дом купила, а купила дом родителям, тоже одна из моих мечт таких вот сбылась. Но это что касается материальных вещей. Что касается нематериальных, да, я хотела, вот, ну, если так честно, да, признаться, я хотела какую-то долю определенную известности. Ну, естественно, в хорошем смысле известности, не где-то там в каких-то криминальных хрониках, а мне хотелось что-то сделать, возможно, выдающееся, чем-то быть полезным, о чем-то рассказывать, вещать, да. Мне хотелось снять какие-то свои внутренние зажимы, я открыла вот свои каналы, это мне дало, опять же, популярность, это разговорная речь, развитие разговорной речи, это ораторское мастерство, то есть все в совокупности, какие-то качества у меня определенные выработали. Камеры, допустим, вот я сейчас до сих пор, да, на момент борюсь с боязнью, да, камеры. Я могу день, например, нормально общаться, вот как сейчас, вот смело смотреть туда в объектив, как будто бы с кем-то разговариваю, а какой-то в один из дней, например, вообще может получиться так, что я даже камеру не могу смотреть, она для меня каким-то является народным элементом. Еще одна такая моя большая мечта, это путешествие, путешествовать как можно чаще, как можно больше, и Фаберлика, она периодически, даже не периодически, она на постоянной основе проводит ежегодно поездки, организует поездки. Вот сейчас, например, в сентябре, если так все сложится, у нас будет поездка в Сочи, билеты уже куплены, уже снят номер, мы едем в Сочи отдыхать в Олимпийский городок, в Олимпийскую деревню. Потом у нас ездили недавно на Байкау люди, то есть у меня тоже было желание поехать на Байкау, но я почему-то думала, что могут только участники Школы развития человека туда поехать, поэтому я не подавала заявку. Постоянно куда-то они ездят, то в Китай не ездят, то они в Словению ездили, то опять же на Школу развития человека они постоянно по городам ездят, даже если не куда-то за границу, а в пределах России нашей. У нас Россия большая и она интересная, да, вы даже уедете там за 500 километров от Саратова, например, или от места вашего проживания, уже будет другая обстановка, уже будет даже другой климат. Вот я, например, уезжаю к родителям, да, там степной климат, более степной климат, там нет такой вот сочной травы, там такая вот пожухлая, то есть степи такие более степные, более теплая температура. И много-много таких вот российских городов, где можно почерпнуть много нового для себя. Мы как-то ездим за границу, да, хотя даже не подозреваем, что есть много всего интересного в пределах нашей территории. Ну, я нисколько не против, кстати, поездок за границу, я с удовольствием, если бы у меня позволяла финансовая возможность, вот в том количестве, в том размере, в каком мне бы хотелось. На данный момент всё равно мой доход, он покрывает какие-то повседневные расходы и материальные какие-то покупки, но позволит путешествовать, как ни крути, пока в данный момент я там 5 раз в году не могу. Вот, но всё реально, всё возможно, и я думаю, с помощью Фаберлик мы этого всё-таки достигнем. Это, знаете, как в иерархии потребностей по маслу, это обеспечение себе питьём, питанием, жильём, самореализация и так далее. И мне эти потребности компания даёт возможности реализовать. Это самое главное. Потому что, например, я беру сотрудников, которые работают по найму. И сейчас у меня в данный момент тоже приходил консультант, который мало того, что работает, до вечера зарплата в среднее с 30 тысяч рублей практически семью не видит. Для неё 30 тысяч рублей – это потолок. Деньги позволяют ей обеспечить только её повседневный уровень расходов. Знакомые, только исключительно по работе коллеги, то есть она в других кругах не вертится. Если, допустим, вот здесь есть возможность с различными людьми познакомиться, мы ходим и на тренинги различные, опять же, в те же поездки ездим. Есть возможность выбрать круг общения. Там же он всё-таки строго такой вот ограниченный, к свободному графику никакого. Я, кстати, буду делать ролик на тему того, что у людей какое-то представление, да, есть о сетевом маркетинге, мифы складываются определенные. Которые с реальностью не имеют ничего общего. У меня на эту тему тоже сосрел видеоролик, я об этом обязательно вам расскажу. Вот. Но, наверное, я, скорее всего, на этом остановлюсь. Спасибо вам большое за просмотр, что уделили время мне. Желаю вам найти себя в этой жизни. Не обязательно всем заниматься системой маркетингом, как я уже говорила. В нашей стране вообще в жизни необходимы и врачи, и учителя, и политики, и экономисты, да. Но просто сами выбирайте, сами думайте и сами определяйте для себя, кем вы дальше хотите быть и что вам дальше выбирать. Мне было это сложно сделать в своё время, потому что родители всё-таки давлели на меня. И они всё-таки обеспечивали. И для них, допустим, работа косметологом, как я хотела, это было нечто несерьёзное. Я хотела стать косметологом. Я в итоге вернулась в эту косметическую профессию. Немножко с другой стороны, но всё-таки вернулась. А для них, допустим, быть экономистом, юристом, это престижно, это как все, да. Жить как все. Вот. И просто, если у вас есть такая возможность, не слушайте никого, даже если вам кажется, что это у нас в стране, в нашей не котируется эта профессия. Если она не востребована, но вы горите этим, у вас, когда вы чем-то горите, когда вы заряжены, заряжены вот на что-то, на делание чего-то, на создание чего-то, поверьте, у вас в 150 раз больше, даже в 1000 раз получится намного больше и лучше, чем вы будете ходить там на нелюбимую работу каждый день. Да, эффективности ноль, настроения ноль и вообще жизни удалась. Поэтому я желаю каждому из вас реализоваться в этой жизни. Хотите там начать вышивать крестиком, начните вышивать крестиком, бисером. Эти картины, они тоже будут востребованы. Я знаю людей, которые на этом сделали даже бизнес небольшой свой, плохой, открывали сайты, создавали уроки и видеообучающие курсы по обучению вышивки крестиком, бисером, плетению там различные. Я вот, если честно, к рукоделию никакого отношения не имею, я так вот только поверхностно. Могу только крестиком вышивать, бисером вышивать, вязать и крючком. Дальше вот скраббукинг, там еще какие-то виды рукоделия я не изучала. Но я знаю, что на этом даже и девчонки делали свой бизнес. Можно на всем, чем угодно. Любите животную, откройте ветеринарную какую-то клинику, занимайтесь животными. Можете не ветеринарную, сначала просто начать с общей, какой-то государственной. Потом, возможно, вы созреете на то, чтобы создать что-то свое. Просто пробуйте себя во многих ипостасях и занимайтесь тем, к чему у вас лежит душа. Ну это уже мотивационный, наверное, такой момент пошел. Спасибо еще раз большое за просмотр. Желаю вам хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok